Экстра Бау, с вами Ликей и вы смотрите канал Дай5. Раньше видеоигры воспринимались общественностью как нечто несерьезное, не представляющее никакого интереса для взрослого состоявшегося человека. Индустрия видеоигр прошла длинный, неизведанный путь перед тем, как стать массовым явлением, перерасти в искусство и основать новый вид спорта. Конечно, как и в любой развивающейся отрасли, у видеоигр были взлеты и падения, которые привели их в тот вид, что мы можем видеть сейчас. Игры становятся совершеннее с каждым поколением игровых приставок. Все больше проектов становятся шедеврами, но так было не всегда. Сегодня мы подобрали десятку игр, навсегда изменивших индустрию, которую мы так любим. Сразу хочу сказать, что мы смотрим на игры в ретроспективе, так что новинок в этом выпуске не будет, к сожалению. Ну что, поплыли. Дружочек, небольшое лирическое отступление, прежде чем мы двинемся дальше. Хочу рассказать тебе о сайте lolsteam. Это форум, на котором люди обмениваются разной информацией о розыгрышах, халяве, заработке, различных уловках мошенников, чтобы не купиться на это. Плюс можно зарабатывать на местном маркетплейсе, продавая игровые аккаунты. И также можно покупать аккаунты абсолютно безопасно и дешево. Регистрируюсь, пополняю баланс, выбираю аккаунт для покупки и вуаля, покупаю. Все, можно пользоваться. А недавно на маркете появились новые категории. Valorant, Epic Games и World of Tanks. Ссылку на сайт я оставлю в описании. По факту. Всего можно отметить два типа революционных игр. Те, которые открывают новые жанры и те, которые жанры кардинально меняют. После появления World of Warcraft у жанра ММО появились новые правила. Конечно, не все идеи World of Warcraft были радикально новыми, но именно их новая комбинация стала тем, что сформировала облик современных ролевых онлайн игр. Именно разработчики из Blizzard первыми показали, что именно интересно геймерам. World of Warcraft унаследовала внешний вид и интонацию своего родителя Варкрафта. Все это угадывается в цветастости мира, изрядной доле юмора и абстрактно-мультяшной картинке. Сперва это понравилось не всем, однако мир Азерата может по праву считаться самым детализованным и продуманным виртуальным пространством в истории компьютерных игр. Blizzard четко показали, что главное не реалистичность картинки, а ее убедительность. Это колоссально повлияло на дальнейшую судьбу игровой индустрии, связанные напрямую квесты и очки опыта, тоже значимое нововведение от Blizzard. До World of Warcraft опыт и квесты выполняли разные функции. Развитие персонажей являлось результатом убийства врагов, а квесты продвигали сюжет вперед или вели персонажа к определенной награде. Это заставило игроков не сидеть на одном месте, а исследовать игровой мир. Рейды существовали и до появления World of Warcraft, но именно разработчики из Blizzard создали эталонный пример для настоящих приключений, которые рассчитаны на большие группы игроков. Именно World of Warcraft отменил традицию убивать боссов на Абум. Оригинальные рейды World of Warcraft трудны, и вознаграждения получают лишь единицы. Также ни для кого не секрет, что WoW смог популяризовать целый жанр ММО-РПГ игр. Эта игра основала и распространила жанр экшен-адвенчер и TPS. Tomb Raider стала важнейшей игрой для приключенческого жанра. Главной фишкой всей серии игр о Ларикрофт являются гробницы со сложнейшими загадками. И ведь не каждый хардкорный геймер смог в свое время осилить приключения расхитительницы гробниц. Да и сейчас делать это довольно проблематично. Сюжет у игры простой. Мы в роли искательницы приключений отправляемся на поиски артефакта с Циона, попутно решая головоломки и пытаясь не попасться в очередную ловушку. GTA создала эталонный открытый мир. Серия игр GTA это не просто безумные проекты, главной особенностью которых является полная свобода действий, ограниченная лишь фантазией игроков. Нет, серия Grand Sift Auto стала реформатором для всей индустрии, постоянно занимая первые строчки в подборках лучших и диктуя новые правила для игр с открытым миром. Многие современные проекты вдохновлялись успехом GTA, взять ту же Mafia или Just Cause. И я считаю, что на первое место стоит поставить оригинальную игру, давшую начало знаменитой серии GTA. Заслуга этой игры привлечение общественного внимания. Pong первая игра, которая начала приносить деньги своим разработчикам. Ее успех стал фундаментом для будущей индустрии интерактивных развлечений, а также обеспечил компании Atari популярность на долгие годы вперед. Геймплей Pong довольно примитивен, но на то время он стал необычным опытом и примером для подражания другим компаниям. Суть игры проста, два пользователя выбирают контроллеры на игровом автомате, а именно на нем изначально издавалась Pong, и пытаются отбить виртуальный мячик, набивая очки. Многие из нас начали свое путешествие в мир видеоигр с игры Pac-Man, которая стала хитом в США и в мире. Вообще, большая часть старых игр ставили перед игроком единственную цель – набрать как можно больше очков и по возможности расправиться с NPC, преследующими персонажа. Кстати, Pac-Man стала первой игрой, где персонажей наградили именами и уникальной моделью поведения. Врагами Pac-Man являются четыре призрака, столкновения с которыми более двух раз приводят к перезапуску игры. Зовут призраков Блинки, Красный, Пинки, Розовый, Инки, Голубой, Клайд, Оранжевый. И каждый из них по-разному преследовал Pac-Man, что прибавляло игре хардкорности. 5 мая 1992 года на свет появилась легендарная игра, которая повлияла на всю игровую индустрию. Это была Wolfenstein 3D от студии ID Software. Проект изначально вышел на MS-DOS и считался родоначальником жанра шутер от первого лица. Инновационные методы программирования Джона Кармака и уникальные дизайнерские решения Джона Ромеро объединились и вылились в нечто поистине революционное. Игра про отстрел нацистов быстро обрела популярность и до конца 1993 года разошлась тиражом в 200 тысяч копий. Игровое пространство Wolfenstein 3D действительно трехмерно, но модели объектов все же являются плоскими, спрайтами. Первым шутером с полностью трехмерной графикой считается Quake, выпущенный ID Software в 96 году. Игровой движок Wolfenstein 3D был создан Кармаком под вдохновением от техно-демо-ролевой игры Ultima Underworld. Джон захотел сделать более быстрый визуализатор, чем Wonderworld, и своего добился. Его движок получился более примитивным, но при этом менее требовательным. Wolfenstein 3D не является первым шутером от первого лица и первой трехмерной игрой тоже. Немногим ранее выходили подобные проекты, включая Hover Tank 3D и Catacomb 3D. Однако именно в Wolfenstein 3D все составляющие были подогнаны идеально. Именно она добилась славы и признания. Технология захвата движений и кровавые добивания. Mortal Kombat стала причиной появления кампаний, выставляющих играм возрастные ограничения. Mortal Kombat главный файтинг всех времен и народов. Однако он мог затеряться и никогда не взойти на вершину Олимпа, если бы не кровавые добивания и реалистичные персонажи. Версии для SNES всю жестокость решили вырезать, заменив кровь на пот и упростив некоторые добивания. Результатом такого варварства стали низкие продажи игры на этой платформе. Игровой процесс Mortal Kombat мог похвастаться разнообразием приемов и наличием комбо. Сама игра представляла из себя 2D файтинг с приятной по тем меркам графикой и небольшими сюжетными историями, которые открывались после прохождения финального босса Шан Цуна. Франшиза Super Mario стала одной из самых узнаваемых в мире. Игра множество раз попадала в подборки лучших, а также стала символом компании Nintendo. Легендарный водопроводчик Mario был создан немногим раньше выхода Super Mario Bros. Однако настоящая популярность к данной франшизе и персонажу пришла именно после появления этой игры. Геймплей, графика и музыкальное сопровождение Super Mario Bros. в 1985 году просто сносили крышу юных геймеров. Главной сюжетной задачей водопроводчика было спасение своей возлюбленной принцессы Питч из лап злобного дракона Баузера. Разработчики постарались на славу, создав самый узнаваемый образ в игровой индустрии. Безумие по Томагочи наверняка наводило геймдизайнеров 90-х на мысль, что нечто подобное только посложнее будет работать и на PC. Но вряд ли кто-то представлял, чем станет игра, пошедшая этим путем. Кукольный домик The Sims многими и не воспринимался игрой. 15 лет назад идея песочницы, в которой нельзя выиграть, казалась дикой. Но она стала популярной во многом благодаря женской аудитории. The Sims до сих пор остается уникальной игрой для индустрии. У нее не появилось ни одного достойного конкурента. Свою нишу игра держит крепчайшей хваткой. Minecraft оказала на игровую индустрию гораздо большее влияние, чем можно было себе представить. По словам ветерана индустрии бренда Ромеро, именно Minecraft мы обязаны тем, что разработчики перестали гоняться за лучшей графикой и сосредоточились на геймплее. На выступлении в рамках саммита DICE, как сообщает Games Industry, Ромеро назвал проект студии Маджанг революционным. Minecraft остановила гонку графических вооружений, из-за нее буквально перезапускались находившиеся в разработке проекты, потому что важен геймплей. Важно и то, что происходит в головах игроков. Minecraft, судя по моему опыту, оказалась шокирующей, беспрецедентной. Сейчас игроки с радостью принимаются за исследования, хотя раньше могла последовать реакция. Да здесь же отстойная графика. Мне кажется, этот этап пройден, считает Брэнда. По ее словам, многие компании, благодаря успеху Minecraft, теперь также отдают предпочтение проектам со сравнительно низким бюджетом. Из десятка таких задумок одна может и выстрелить, а от этого выиграют и пользователи, и индустрия в целом. Лишний повод поблагодарить Маркуса Нотча Персона за его вклад и пожелать ему спокойной отставки. Все-таки Minecraft удивительная и знаковая игра, как бы ни старались, недоброжелатели доказать обратное. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, какие еще культовые игры изменили индустрию, и не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok